Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Корейские ученые создали невызывающую похмелье водку. Она способна наделить употребившего ее человека энергией и придать ему здоровый вид. Мужчина на охоте не застрелил оленя потому, что животное подошло к нему вплотную и стало вязать ствол ружья. В Америке выпускница школы приехала на выпускной бал в гробу, причем живая. Козленок, которого воспитала собака, ведет себя как щенок. И, наконец, в Кирове улицу Горбачева хотят назвать в честь князя. Мы не изменяем свои традиции и в четверг начинаем дневной разворот с озвучивания заголовков мировых, российских и местных СМИ. Добрый день, Светлана Занько. Владимир Сметалин, добрый день. Володь, ты знаешь, ты всегда позитив. Ты всегда солнце несешь в нашу студию. Это первая новость наших гостей просто сразу же настроила на позитив. Хотя еще за пять минут до этого все было грустно. Я-то думал, что тебя все-таки самый последний заголовок заинтересовал. Я так уже перекидываю мостик на следующий час. Это надо, чтобы слушателей заинтересовал. Я-то давно заинтересована, конечно. Да, наши слушатели постоянно и прекрасно знают, что улица Горбачева, она звучит в наших разворотах и в наших новостях регулярно. Такое ощущение, что весь мир крутится вокруг улицы Горбачева. Это центр города. Хотя это, надо сказать, не самая продолжительная улица. И многие даже не знают, где она находится. Но вот очередная инициатива связана именно с ней. Я даже знаю, кто не знает. Оставим на второй час, да? Да. На второй час мы хотим с вами, наши слушатели, поговорить о том, вот об этой инициативе. Мы напомним, в чем суть, если вы еще не слышали. Но вот действительно речь идет о переименовании. В честь кого хотят ее назвать. Все во втором часе. К тому же во втором часе мы хотим поговорить о том, как развивается ситуация с домом, вернее, со спортивным объектом будущим по адресу Воровского 100А. Ровно неделю назад у нас был большой эфир. Мы хотели сделать большой эфир. И сегодня. И сегодня во втором часе. Мы хотели дать слово администрации, прокуратуре и застройщику, инвестору. Но получается такая ситуация. Ну вот лично с представителями прокуратуры беседовал. Они пока взяли паузу. Они пока... Нет позиции прокуратуры. Не выдают информацию. Нет позиции городской администрации. Нет позиции о госстроенадзоре или как бы он там ни назывался. Но это тоже будет во втором часе. Да, но так или иначе мы пообщаемся. Я надеюсь, пообщаемся в начале часа с одним из активистов. Дом Поваровского 102, который был у нас в прошлой студии. Это Владимир Иванович Четырегубов. Свяжемся с ним по телефону и выясним, что же там произошло за последнюю неделю. Хотя мы прекрасно знаем. Отчасти. Там построили. Вернее. Там построили физкультурный комплекс. И сейчас люди возмущены тем, почему стройка не была прекращена. За неделю, друзья, можно сделать физкультурный комплекс в нашем городе. К первому июню он должен быть готов вообще-то. Да. И наша первая тема. Ну, давай сразу гостей представим. У нас сегодня представители региональной группы общественного контроля. за содержанием, ремонтом уличной дорожной сети и организацией дорожного движения. Во-первых, руководитель данной группы Константин Сичихин. Добрый день. Добрый. И член данной группы Денис Пырлок. Добрый день. Да, добрый день. Немножко, если позволите. Буквально сегодня утром новость, появившаяся на сайте городской администрации. Очень такое вот название-то прям. В Кирове начался масштабный ремонт дорог. Дождались, наконец-таки. Или не дождались, не знаю. Дождались. Дождались. Дождались, ждали, дождались. Ну, это у нас будет в понедельник. Замечательная тема. Да, да, да. Мы не расстанемся с Константином Сичихиным. Но там у нас будет еще один долгожданный гость. Да? Андрей Менькин, руководитель дирекции дорожного хозяйства. Да, и он нам расскажет все. То есть это организация, которая непосредственно. Как идут дела? Насколько масштабно, насколько в графике, что и где, и как. И у вас, слушатели, будет возможность задать вопросы нашим гостям в понедельник по дорогам. Вчера даже в одной из соцсетей уже график работ видел. Кто-то выложил где-то, не знаю, или инцидерская информация, или это правда. Там уже расписано по дням, когда как бы улицу будут делать. Вот завтра как раз у Андрея Юрьевича и спросим, прав этот график, который был... У Андрея Юрьевича Менькина. Да, у Менькина. В понедельник. Или у вас завтра совещание? Завтра у нас совещание как раз. А в понедельник мы расскажем слушателям, как и что будет. Свежая информация. Свежая информация. Отлично. Ну вот смотрите, еще пару слов. На сегодняшнем утреннем оперативном совещании глава городадминистрации Александр Перескоков подчеркнул, что за ремонтом должен вестись двойной контроль силами независимых экспертов и силами оперативной группы. Это, видимо, вот вашу группу, да? Это вы оперативники? Оперативная группа. Не знаю, не знаю. Скорее всего, мы как независимые эксперты здесь выступаем. А вот не факт, может быть, это не вы. Нас пока никто не знал, где в какую оперативную группу. Может, из членов, из депутатов создадут оперативную группу. Потому что давайте не будем забывать, что у нас есть народные избранники. Это депутаты городской думы, которым еще и переизбираться в этом году. Так пусть создают оперативную группу, пусть создают оперативный штаб, какой он при городской думе. И с удовольствием на дороге контролировать. А вы их? А мы, ну, их не их, но со своей стороны тот опыт, который у нас уже накоплен за год практически работы рабочей группы, мы будем применять и в этом году. Мы обязаны сделать так, чтобы отремонтированные дороги служили много лет. Точка. Подчеркнул глава городадминистрации. Правильно говорит-то все. Конечно. Безусловно. Ну, это большая эпопея начинается. И это в понедельник мы начнем. В понедельник. Ну, а сегодня общественный транспорт. Общественный транспорт все-таки, да? За контролем которого вы тоже занимаетесь. Ну, мы здесь разговаривали уже с Виталием Брамом по поводу... Начинали разговаривать по поводу эпопеи с общественным транспортом. И мы смотрим, что наши коллеги из разных СМИ, в том числе и телевизионных, поддержали эту тему. Буквально вот 2-го числа был журсовет на девятке. Это я специально даю ориентировки нашим слушателям, если они хотят подробно это все посмотреть. Но, собственно говоря, всю хронологию событий можно отследить и на портале, да, где блоги Виталия Брама выкладываются. Там он все систематизирует. В том числе и на нашем сайте. На нашем сайте мы тоже в блогах выкладываем то, что пишет Виталий. Можно все посмотреть. У нас по этому поводу достаточно много вопросов. Мы хотим понять, что происходит, какие есть изменения. Но поскольку слушателям не все проблемы еще обозначены, мы не говорили о проблемах... Мы с Виталием, когда он сюда приходил, говорили о проблемах качества транспорта, который у нас ходит. А сейчас мы будем говорить о количестве транспорта и его доступности. Выявилось несколько серьезных очень проблем из микрорайонов, которые, в общем, сейчас развиваются. Это микрорайон Солнечный берег. Это микрорайон Ганин, который не так активно, конечно, тоже застраивается. И это любимое нашими бардовскими поклонниками бардов направление. Бахта русская тоже направление, где есть проблемы. Нам до перерыва, у нас есть там три минуты, нужно обозначить, что там за проблемы, чтобы слушатели, кто не знает, были в курсе, кто это сделал. Потому что непосредственно в вашу группу обращались. Да, да, да. Если по Бахте сказать, то там у нас проблема выявилась, на мой взгляд, очень ужасная. Город Киров, все-таки Бахта является, а проезд... Октябрьский район. Да, Октябрьский район. А проезд туда не 22, не 23 рубля, да. А все 80, практически последняя остановка там и под 100 рублей платят, да. Хотя черта города, извините, по законодательству у нас в рамках черта города должны возить, согласно тарифу города Кирова, а не согласно... Но законодательство на этом направлении не действует, судя по всему. Вот мы сейчас этот момент как раз изучаем более подробно и уже нашли моменты, связанные, почему Верховный суд постановил, что должен быть тариф, да. Потому что в свое время одно постановление в области... Единый тариф имеется в виду. Другой может быть тариф. Да, потому что если разбирать направление Бахта, да, то у нас в свое время был, даже доходили до суда, доходили до Верховного суда, и Верховный суд утвердил правила проезда в рамках тарифа за километр. Почему такой тариф и вышел? Ну, вот сейчас изучили... То есть никто ничего не нарушает, перевозчики не нарушают? Как бы не нарушают, с одной точки зрения в рамках закона, да. Но с другой точки зрения начали изучать более глубоко эту как бы проблему. И пришли к выводу, что вот сейчас с нашими юристами, которые в рамках общественной палаты, пришли к выводу, что в свое время не было отменено просто постановление области, в котором звучит, что Бахта это все-таки в рамках того постановления, Бахта это пригородный маршрут, да. Просто надо отменить это постановление и все, и переложить ответственность на город. Вот так просто? Ну, по крайней мере, мы сейчас пришли к этому выводу. Здесь есть второй минус. Администрация боится, что перевозчик, который работает на данном направлении, это КПАД, откажется от данного маршрута ввиду нерентабельности. Но у нас, у рабочей группы, есть обращение от перевозчиков, которые готовы встать на данное направление. Да, не автобусами, наверное, большой вместимости, а за городскую цену. Стоимость билета 22 рубля. 22 рубля, да. То есть, в принципе, все это реально. То есть маршрутки, да, как мы привыкли их называть? Небольшие микроавтобусы. Можно сказать, да, небольшие микроавтобусы, но если будет повышаться рентабельность на данном направлении, то я думаю, что перевозчику будет выгодно ставить автобусы большей пассажироместимости, но не такие, как сейчас там ходят лязы. То есть, в принципе, они, мне кажется, не всегда радуют себя. Смотрите, с разных точек зрения, понимаете, как бы, знаете же, передвижение, на каких автобусах ездить, на каких, там, газель, маршрут, форт, там, да, без разницы какой, да, если выгодно предприятию возить на небольших автобусах, да, на маршрутных транспортных транспортных транспортов, так почему же их туда не поставить? Почему ставят у Алиаза и потом говорят, что это нам невыгодно, да? Итак, проблему номер один обозначили. Это направление Бахта. Люди ездят за 80-100 рублей, несмотря на то, что это черта города, и должны бы ездить за 22 рубля. Решение, вроде бы, как ваша группа тоже предлагает. Это рассмотреть возможность первого альтернативного перевозчика, который предоставит меньше по объему транспорт, но более эффективно будет использовать маршрут за деньги 22 рубля. Либо разговаривать с прежним перевозчиком. Кто еще раз там? КПАД «Автоклон-1917». Киров-пассажир «Автотранс» — это… Киров-пассажир «Автотранс», который возит за 80-100 рублей на больших лиазах, что не очень эффективно может быть. Сейчас мы прервемся на короткий буквально промежуток времени и к следующим проблемам. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Общественники раскритиковали и продолжают критиковать работу общественного транспорта, получая многочисленные жалобы от жителей города. Пути решения проблем мы сегодня хотим обсудить все-таки. И да, надо сказать, что накануне я созванивался с Николаем Дубровиным, генеральным директором автотранспортного предприятия. Он дружелюбно довольно со мной поговорил и обещал сегодня взять трубку в ходе нашего эфира и озвучить, собственно, свою позицию. А давайте тогда, чтобы не затягивать этот вопрос, мы как раз рассмотрим маршруты направлений, на которых действует транспорт от АТП, да, автотранспортное предприятие, которое возглавляет Николай Дубровин. Где у нас там проблемы? Проблемы в ходе горячей линии, которая была проведена общественной палатой два месяца назад, были выявлены следующие микрорайоны. Это микрорайон Аганина. Второй и 22 маршруты. Второй и 22 маршруты. И еще 19 маршруты. Это один автобус в день ходит. В сезон в летнее время ходят два автобуса. То есть он как дополнительный для садоводов запускается? Да, для садоводов, потому что ездит там до конечной уже до садов. Следующий микрорайон по значимости, это микрорайон Зонального института Солнечного берега на авиатское направление, потому что, несмотря на то, что шесть маршрутов в данном направлении городских у нас работают, пассажиры уже на остановке Гринхаус, то есть это третья остановка после инфекционной больницы, уже не могут залезть в салон. То есть полностью мы снимали пассажиропоток. Инфекционная это последняя конечная остановка, да? Да, то есть на авиатском направлении уже автобусы идут настолько переполнены, что пассажиры не могут сесть. И проблема, в принципе, она не решается годами. То есть данный микрорайон уже у нас активно года четыре застраивается. Маршруты как были приняты постановлениями много лет назад, так они и с небольшими изменениями работают в данном направлении. То есть сюда принципиально новый маршрут необходимо запустить. В принципе, эти предложения мы как рабочая группа уже высказывали. Я вот в материале транспортный беспорядок, кроме этого, вижу, что выезжала ваша рабочая группа и замеряла в том числе и прибытие тех автобусов, которые, собственно, должны ходить. Да, нами были проведены рейды по этим, как я уже говорил, шести маршрутам в данном направлении, которые работают. Мы смотрели, все ли они выходят на линию именно в пиковое время, в утреннее время, это с 7 до 8 утра. И было выявлено, что от 8 до примерно 12 автобусов в день не выходят на линию на всех этих маршрутах. То есть о том, что администрация нам говорит, давайте решим вопрос тем, чтобы увеличить количество машин на каком-либо маршруте, проблему не решить. Мы видим, что у перевозчиков нет возможности выпускать действующие автобусы, соответственно... Как это нет возможности? Они же заявляются. Но по договору с администрацией у нас есть такая цифра, как 85% машино-транспортной работы не менее нужно отработать в месяц. Все эту работу выполняют. То есть если из 20 выездов на одном маршруте, там 46 маршрута, не будет одного автобуса, то это... Ничего страшного, норма укладывается. Ничего страшного, да, в принципе это норма, да. И соответственно, по словам администрации, увеличить количество выездов на каком-либо маршруте, мы считаем, что это будет просто пыль в глаза и проблему эту не решить. Принципиально новый для того микрорайона нужно запускать маршрут. Почему мы предложили 17 маршрут? Мы уже говорили, много плюсов. Во-первых, лучшие показатели у перевозчика в городе. Это не АТП? Это маршрут АТП, но он в субподряде. То есть перевозчик... 17 маршрут, он преодолевает весь город Эмифилейка. Да, и этот маршрут, он несколько лет назад ходил уже в том направлении, но микрорайон тот не был застроен так, как сейчас активно. И соответственно, он не был рентабелен. Почему этот маршрут? Потому что необходимо будет изменить только одну улицу. Убрать улицу Пролетарскую. Улицу не убрать, а маршрут с улицы Пролетарской. С улицы Пролетарской на улицу Милицейскую. Также по словам Вячеслава Николаевича Симакова, что... Уже экс-руководителя управления благоустройства. Да, управления благоустройства. Это загрузит улицу Милицейскую. Ну как может один автобус в 10 минут загрузить улицу Милицейскую? Ее загрузят те машины такси с пассажирами, которые не могут уехать на автобусах с данного направления. Мы наоборот разгрузим, я считаю, улицу Милицейскую. С Пролетарской улицы также максимальное плечо это 200 метров до остановки до улицы Милицейской. Ну я не думаю, что Пролетарская улица у нас имеет столько много объектов, что будет сложно идти пассажирам до этих остановок. Там еще очень важный момент, который отмечается в материалах по транспорту, да, что 17-й мог бы ходить через протезное предприятие. Нет, здесь ситуация какая. Там иной маршрут все-таки. Да, там было предложено, поскольку мы видим, что мы предложили администрации убить сразу двух зайцев. То есть решить проблему микрорайона Солнечный берег, Тире, Зональный институт. И решить проблему, которая, уже переходим к третьей проблеме, протезно-ортопедическое предприятие, которое сейчас... На мельничной 32. На мельничной 32, да. Которое сейчас никто не обслуживает. Его обслуживало ОТП, ну, по-моему, 3 часа в день. Там ситуация по протезно-ортопедическому. У них в 2016 году их обслуживало ОТП, но софинансируем протезно-ортопедическое предприятие. Так как в этом году форма собственности в ортопедическом предприятии поменялась, она стала не предприятием Кировской области, а предприятием Московской региона. То есть федеральное? Да, федеральное. Оно как бы и было федеральное, просто оно раньше обособленное подразделение было в Кировской области, да. Сейчас их объединили в рамках общего московского предприятия, да. И здесь филиал. По сути, они сейчас с этого года, с 2017, работают в рамках 44-го ФСЗ. И, по сути, софинансировать не могут никаким образом. Почему мы разговаривали с директором, и директор говорит, Москва не понимает, каким образом мы должны софинансировать то, что должен предоставлять город. Потому что везде, говорит, во всей Российской Федерации везде предоставляет муниципалитет. Во всей другой остальной стране. Да, почему? Потому что это доступная среда, это инвалиды, это федеральное предприятие, это федеральные заказы. Ну, как бы, это не коммерческое предприятие, хотя город нам утвердил, что это коммерческое предприятие. Нет, это не коммерческое предприятие. А на ваших совещаниях ведь звучала цифра, да, насколько востребованы? 20 тысяч пассажиров в год, и стоит заметить, что это не просто пассажиры, это пассажиры с ограниченными возможностями. Это дети, это инвалиды, ну, это дети, это разный возраст, туда дети ездят, ну, там, маленькие дети, ну, как бы взрослые, у которых проблема с опорным двигателем. В Москве не могут понять, как нет в городе маршрута до данного предприятия, то есть предприятие, можно сказать, государственное. А город разводит руками, по крайней мере. Город вначале нам говорил, что, извините, это коммерческое предприятие, пусть коммерческое предприятие сами себе оказывают услуги. И мы переубедили, что это не коммерческое предприятие, пусть откроют устав этого предприятия и прочитают ее функции и задачи, да. Второе, вот после последнего круглого стола, который мы проводили в Герцинге, лед стронулся, куда-то каким-то образом пошли сейчас переговоры между... Вы правильно понимаете, что руководитель ЦП, которого как раз мы ждем по телефону Николая Дубровина, встречался с руководителем протезного предприятия и о чем-то договаривались? Да, по крайней мере, есть информация, что вчера они встречались. Здесь было как, просто на круглом столе присутствовал и директор протезно-ортопедического предприятия, и мы озвучили наше простое решение проблемы. Перевозчик, который обслуживает 17 маршрут сейчас, который мы предлагаем изменить в данном направлении, он готов взять на себя на безвозмездной основе, то есть бесплатно, организовать новый маршрут в протезно-ортопедическое предприятие с ЖД вокзала за свой счет. Для перевозчика это примерно 50 тысяч в месяц, чтобы понимать. И еще хотел бы, вот нам говорят, что там малый поток туда, да? Это себестоимость. Себестоимость 50 тысяч. Говорят, малый поток туда, но давайте не будем забывать, что в свое время там одна из страховых компаний открыла информационный центр прямо недалеко от ортопедического предприятия, где численность сотрудников должна была быть по плану не менее 400 человек. И сейчас этих сотрудников возят АТП и нанимают. На спецтранспорте? Да, они нанимают в аренду эти автобусы и возят оттуда. А может быть поэтому невыгодно. А, слушайте, там этот центр Ростелекома, что ли? Нет, Росгострах. Там находится центр Росгострах. Большое событие, создание кучи рабочих мест. Да, да, и там они соседствуют. А почему бы не возить в рамках договора аренды, а пустить туда маршрут? Я думаю, что сотрудники этой же фирмы, порядка 400 человек смогли бы спокойно двигаться, покупать билеты, передвигаться по городу. А нет, сейчас фирмы приходится нанимать в аренду автобус, у АТП приходится нанимать в аренду. Ну, по крайней мере, в 2016 году договор с АТП был заключен на аренду, на перевозку своих сотрудников Росгостраха. В этом году, конечно, не знаю точно. Но вот такая ситуация какая есть. И кому выгодно, кому невыгодно, надо разговаривать с АТП. Мы АТП предлагали, несколько вариантов сейчас, как знаю, идут переговоры между протезно-ортопедическими и АТП. К чему придут? Надеемся, к благим целям. Ну, давайте мы сейчас прервемся на небольшое время, после чего как раз попросим набрать Николая Дубровина, чтобы выяснить, о чем договорились вчера с протезным предприятием. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поговорить с представителями автотранспортного предприятия. В частности, набираем Николая Дубровина, пока он трубку не берет. Николай Иванович, возьмите трубку, просим у вас. Очень важно услышать, о чем договорились вчера с артопедическим предприятием. И что вообще вы думаете, может быть, что-то успели уже обсудить насчет предложений рабочей группы общественной палаты по изменению движения транспорта в нашем городе. Там есть очень много маршруток, которые как раз интересны вашему предприятию, вы их обслуживаете. Мы очень ждем вашего ответа. А между прочим, на сайте нашем, на нашей странице ВКонтакте идет голосование. Прямо как вот из песни идет голосование. Навести порядок с общественным транспортом в нашем городе вы считаете возможным, невозможным? Или вы думаете, что у нас с ним и все так в порядке, прям все идеально? 70% голосуют за то, что возможно навести порядок. Вот, 54% на сайте ВКонтакте, 70% на сайте. 70%, причем ВКонтакте проголосовали почти 200 человек. Люди-то считают, что можно. Люди-то считают, что можно, потому что где есть порядок, там всегда все можно навести. Просто у нас сейчас пока на данный момент мы видим беспорядок. Просто-напросто в структуре АТП происходит. С учетом того, что те уголовные дела, которые заведены, то, что происходит на дорогах города Кирова, то, что происходит с новыми районами города Кирова. Потому что они не вчера родились-то, новые микрорайоны. Это солнечный берег, чистые пруды. Они не вчера, вот знаете, они не в течение года раз и появились. Их же планировали годами. Константин, простите, а правда, что жители солнечного берега обращались в городадминистрацию? Говорили об этих проблемах с доступностью общественного транспорта. На что в администрации им ответили? Пользуйтесь такси, либо выходите пораньше из дома. Это со слов людей, которые... В сюжете, что пешком ходите. Да, пешком ходите. Это сюжет с участием Виталия Абрамовна. Это говорят люди. На остановках опрашивали. Да, это людей опрашивали на остановке. Или выходите из дома в 6 утра. Потому что они же утром... Есть возможность сесть на машину и ехать на машине. У кого-то есть возможность вызвать такси. А у кого-то нет этой возможности. Есть люди, которые идут на остановку, садятся на автобусы, едут на автобусы. Хотя у нас все говорят, давайте пересаживаться на общественный транспорт. Давайте пересаживаться на общественную трансу Но давайте сделаем его доступнее Доступнее для человека, чтобы он мог На общественном транспорте доехать быстрее Чем на такси, доехать быстрее, чем На личной машине, но у нас такого Нельзя сделать, так давайте не будем говорить Давайте будем пересаживаться на общественный транспорт Улучшать качество общественного транспорта Что касается личного транспорта, я по-моему зимой Заезжал туда как раз таки, в микрорайон Солнечный берег, там машину-то уже негде поставить Но все равно в микрорайоне Солнечный берег Машину лучше поставить На машинах сюда, Володя. И теперь не стоит стоять машину в городе, на самом деле. Да, потому что вот этим не занимается город годами уже. Потоком общественного транспорта перед потоком транспорта личного граждан, которые перемещаются. Вот у нас для этого и создана новая программа, которую сейчас в течение пяти лет это развитие городской агломерации города Кирова, на которую выделяются колоссальные финансирования федерального и местного бюджета. Так давайте как-то, не знаю, там говорят, что в городской администрации будет создана какая-то рабочая группа, которая будет, это нам еще Вячеслав Николаевич в свое время говорил, которая в рамках этой... Так все, Вячеслав Николаевич ушел с этого поста. Ушел, не ушел, но он остался. Он у нас все-таки сейчас руководитель Первомайского района, и пусть он за свой Первомайский район, как он отвечал за весь город в рамках благоустройства, начинает отвечать за Первомайский район. А Солнечный берег у нас Ленинский? Они просто взяли и спрятались. Солнечный Ленинский, да. Все-таки у Вячеслава Николаевича там есть район Озерки, который новый отстраивается, Коминтерн, которым тоже куча-куча проблем, да. Так пусть занимается этими проблемами сейчас. Но погодите, еще доберемся. Вячеслав Николаевич вчера, кстати, сказал интересную фразу, что да, вот я начинаю работать начальником термоправления Первомайского, но я все-таки ведь знаю подноготную, как работает моя структура, которую я возглавлял в управлении. И там я уже понимаю, что будут несостыковки какие-то. А какие несостыковки? Я не допомнил, конечно. Какие несостыковки? У человека есть огромный опыт работы в благоустройстве города Кирова. Да, там общественный транспорт, дорожное строительство. Переложи этот опыт на Первомайский район, сделай его красивым, замечательным. Погодьте, что называется, граждане. С 10-го числа только человек со вчерашнего работает на Первомайке. Мы его настраиваем на позитив. Слушайте, очень жаль. Молчит АТП. Ну, подождите. Вот наш редактор Анна Лапшинато подсказывает, секретарь Дубровина подсказывает, что сейчас совещание какое-то идет в администрации. А не может, наверное, взять руку, да? А у нас есть предположение, если какое-то совещание-то? Денис, ты говоришь? Нет, сегодня в транспортной инспекции проходит совещание с перевозчиками областными. Что хотят от перевозчиков? Хотят заслушать их доклады по аварийности, сами доложить, как дальше будет развиваться эта сфера. Но, скажу вкратце, я был на этом совещании. Плановые мероприятия, да? Регулярно проходят. Сейчас складывается такая тенденция, что быть нелегальным перевозчиком намного выгоднее, чем быть легальным перевозчиком. Потому что для легальных перевозчиков штрафы увеличиваются практически ежегодно, а для нелегальных штрафы остаются. А сколько у нас нелегальных перевозчиков? Ну, по области не могу сказать, но... В городе? В городе у нас на сегодняшний день, по-моему, один остался в сторону Бахты, который работает. То есть, который возит также за стоимость проезда, по-моему, у него 20 или 25 рублей, но в два раза ниже, чем официальные маршруты в том направлении. Но он также говорит, что он платит налоги, у него все официально, все хорошо, он может развиваться, и у него еще и остаются средства для рентабельности. Вот это очень хороший вопрос, потому что, знаете, давайте так определимся. Мы попробуем все-таки в начале следующего часа подключить Николая Дубровина. Я думаю, что совещание должно уже в 12 закончиться, чтобы он прокомментировал там, да, те инициативы, которые вы выдвигаете в отношении АТП. Опыт участия у тебя, да, ведь мы в совещаниях, в администрации есть, да? Да. Представляешь, когда они примерно должны начинаться и завершаться. Мне кажется, уже закончится скоро этот наш опыт участия общественников в этих совещаниях. Денис Витя-Парылок еще очень интересную информацию озвучал в перерыве, мы хотели все-таки выдать ее, о том, что есть перевозчик, у которого есть два новых абсолютно, да, газомоторных автобуса. Один автобус полностью новый, куплен по лидинговой программе, выйдет на маршруты уже со следующей недели. Один автобус подобный также на газомоторном топливе, но с небольшим пробегом, с небольшим износом. Он, получается, 2013 года также перевозчик, который обслуживает маршрут номер 17, это Трансавтока под эгидой КМЛ-Авто. И у данного перевозчика имеется автобус для перевозки людей с ограниченными возможностями, то есть автобус для перевозки инвалидов, колясочников. Это на сегодняшний день, насколько я знаю, единственный перевозчик частный, который имеет в городе Киры данный автобус, который он готов также бесплатно поставить на протезно-ортопедическое предприятие в случае положительного решения. Он же субподрядчик ВТП. Он же субподрядчик ВТП по 17-му. Из всего, что вы сказали, вырисуется такая картина. Мы знаем, что ВТП есть убытки по 15-му году. И по 16-му. Более 100 миллионов рублей по 15-му. По 16-му, не знаю, я еще не слышала. Николай Иванович озвучивал сумму на круглом столе в районе 25 миллионов убытков. А что это вообще означает? В 5 раз меньше, чем в 15-м. В 5 раз меньше, да. Далее, значит, есть подрядчики, АТП-подрядчик, есть у него субподрядчики. У АТП есть разные автобусы. И Лиазы, и Пазики есть, да, нет, только микроавтобусы. С микроавтобусами вообще у нас беда, почему-то до сих пор их игнорируют, хотя они прекрасно ходят по всей стране, включая Москву. Кроме того, у АТП есть большая претензия по поводу того топлива, которым заправляются пазики. Мы все прекрасно помним прошлые годы, и сейчас уже начали они появляться с дымом. Здесь дело не в пазиках. В том-то и дело, что кто внимательно читал материал, нехорошо комментировать данную ситуацию. Как это нехорошо? Ее надо прокомментировать. Мы некомпетентны, потому что я тоже узнал об этой ситуации со стороны СМИ, и поэтому, как я понимаю... Хорошо, есть претензия активистов, давайте обозначим в лице Брама, например, который говорит, что по его источникам заправляют пазики АТП. Это не пазики, в том-то и вопрос. Это не пазики. Пазики — это все частные перевозчики. Частные перевозчики заправляются там, где они хотят, и на свои деньги. Так это частные перевозчики заправляются? Это все-таки, насколько я понял из статьи, это заправляется предприятие АТП, автобусы, которые обслуживают само автотранспортное предприятие. То есть это автобусы большой вместимости. Так, это дизельное топливо или бензин все-таки? Дизельное топливо. Это дизельное топливо, но худшего качества. Предназначенное для моторов иной конструкции, да, насколько я понял? Нет, я просто на самом деле услышал об этой проблеме год или два назад и предупреждал. Это речь не о пазиках. Либо не только о пазиках. Почему пазики чадят, простите? Ну, пазики чадят по множеству причин. Износ двигателей, износ топливной аппаратуры. Возможно, также некачественное топливо. Вдруг внезапно, несколько лет назад, все вместе они зачадили таким страшным дымом. Ну, некоторые перевозчики не исключено, что экономят на топливной аппаратуре, на ремонте топливной аппаратуры, на ремонте двигателей. Мы, по крайней мере, попытаемся задать этот вопрос тоже, если свяжемся с Николаем Дубровиным по поводу топлива и что там вообще происходит, и что будет этим летом, что мы можем ожидать. Надеемся, что подхватит он все-таки наш разговор. Давайте мы сейчас в оставшиеся пять минут просто обозначим дальнейшие ваши шаги, потому что вот на самом деле закономерный, конечно, вопрос, что общественники поднимают эти вопросы, граждане жалуются, вы выдвигаете какие-то предложения, говорите о том, что надо все-таки развивать государственно-частное партнерство, нужно запустить пазики, можно поменять маршруты. Все это не стоит никаких денег, а нужно просто систему начинать менять из каких-то, применяя самые простые, лежащие на поверхности способы. Вот это вот все кто-то слышит, кто-то этим заниматься собирается, ведь не вы, не мы сами не решаем. Есть живой пример по дорогам. Благодаря нашим рекомендациям тендеры проведены с учетом наших рекомендаций, и вы выиграли 80 подрядчиков. Да, вот эти рекомендации, они как-то оформлены официально? Да, вот смотрите, рабочий, как бы круглый стол он был недавно. Сейчас, конечно, мы на данный момент у нас по частям... 3 мая был круглый стол. Да, они сейчас разложены, вот сейчас мы с вами, я уже говорил, что мы изучаем вопрос по Бахте в рамках законодательства, какие там можно изменения, какие может там протест надо какой-то со стороны прокуратуры. По Бахте нужно отменить старое постановление правительства области, в которое Бахта указана как пригород города Кирова. Нужно написать официальную бумагу туда. Да, надо официальную, либо со стороны прокуратуры в прокуратуру написать. Со стороны общественной палаты, можешь написать? Нет, это, конечно, будет со стороны общественной палаты, это письмо, либо оно будет сразу в Рио губернатора, либо оно будет на прокуратуру, чтобы прокуратура выставила протест. Сейчас вот как раз Мария Николаевна Копырина изучает этот вопрос, и в ближайшее время мы это письмо направим. По остальным вопросам, по тот вопрос, который мы изучали по протезному предприятию. Сейчас в данный момент идет беседа. Переговорный процесс. Я думаю, что в ближайшее время, если лед не сдвинется, значит мы будем обращаться еще раз говорю в прокуратуру, потому что здесь прямое нарушение законодательства идет. И прокуратура на круглом столе сказала, что есть нарушение закона. Если не будет договоренностей, значит будем обращаться в прокуратуру. Обращаться официально еще раз. Не просто Константин Сичехин или Денис Пролог придет. У нас вся переписка, она официально от общественной палаты идет, либо от члена общественной палаты. И в данной ситуации вот по этим двум вопросам обязательно будем обращаться. По остальным вопросам, связанным с 17 маршрутом, доступностью микроавионов, мы уже обращались. И обращались в рамках того, когда мы проводили рейд. Город ответил, что извините, у нас так все хорошо. Куда вы, как говорится, смотрите? А где критическая точка? Вот сколько должно быть жалоб от людей или что они должны сделать, чтобы город сказал, да, что-то проблема у нас там. Так критическая точка будет тогда, когда просто-напросто либо люди устроят флешмоб и не сядут в эти автобусы, которые переполнены, или просто-напросто, либо еще что-то. Я, конечно, не призываю к какому-то тут движению, но... Наши пойдут пешком, я считаю, Константин. Кстати, в прошлом летом же Садаковский, Костина, Бахта, там были реплики о том, что мы дорогу перекроем. Они реплики сегодня идут. Если не происходить вот этой беседы, если ее не будет, если власть, а именно город Киров не будет слышать тех людей, которые проживают в городе, так понятно, они начнут не только улицы Ленина начнут перекрывать, Бахту начнут перекрывать, еще надо диалог вести, надо предлагать, надо показывать, что власть работает на данный момент, мы не видим этой работы. Вот в этом именно направлении связано с общественным транспортом. Я прошу прощения, а лично господин Перескоков что говорит по этому поводу? Глава нашего города. Он говорит... Клумбы посадить, говорит. Ответ, я же говорю, ответ с города Кирова, который поступил после рейда, что в городе... Все хорошо. И так все хорошо. Транспорт ездит, перегружать не надо. Вот правильно Денис ответил, что там автобус номер 17 может перегрузить всю улицу Ленина, если он туда поедет. Из-за этого не надо туда его выпускать. А из-за того, что там 10 такси или 15 такси поедут, у нас будет все замечательно. Так мы кого кормим? Такси либо общественный транспорт? При том, что АТП это общественная организация. Денис 30 секунд. И еще есть один момент. То есть автобусы, как я уже говорил, с данного направления, с Навятской, идут переполненные. Есть номинальная пассажировместимость. Автобусы 105 человек. Туда садятся все 130. Соответственно, нагрузка на шины идет, как уже указывал, насколько я знаю, Виталий Брам. Они могут просто лопнуть. На всю подвеску, так скажем. К серьезным последствиям. Хорошо. Как мы и сказали нашим слушателям, попытаемся все-таки связаться в начале следующего часа с Николаем Дубровиным, генеральным директором автотранспортного предприятия, чтобы он свою позицию высказал по этому вопросу. И благодарим наших гостей Константина Сичихина и Дениса Перлога, членов региональной группы общественного контроля. Спасибо большое. Сейчас мы уходим на новости. Уступаем место Александру Рассохину. Новостям, тематическим программам. Возвольняемся в начале следующего часа. Субтитры подогнал «Симон»